К нашему эфиру присоединяется Вера Ястребова, исполнительный директор Восточной правозащитной группы, адвокат-правозащитник. Вера, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Доброе утро. Продолжим тему об Игоре Козловском. Несмотря на то, что он и ученый, религиевед, писатель, он еще и атаман Союза Казачества Донеччины. Он, как никто другой, мог буквально в нескольких словах объяснить любому, что Донбасс – это Украина. Вот как ситуация, как эта вся история с захватом боевиками ДНР, пленом, пытками Игоря Козловского, насколько это все показательно для современного оккупированного Донбасса? К сожалению, это такой типичный подход методов террора по отношению к местному населению, по отношению к проукраинским настроенным гражданам, настоящим элитам. От того интеллектуального потенциала, любви к своей родине, любви к Донецку, к Донбассу, к украинскому. Это все проявлялось еще и до полном штабного вторжения. Как нам известно, мы тоже принимали участие по возврату узницы Кремлевской из застенков оккупированного Донецка. И, к сожалению, для чего вот такой подход репрессивный по-настоящему демонстрирует Российская Федерация людям, которые в одиночку не способны сломить оккупационный режим? Для чего они это делают? Для того, чтобы, во-первых, запугать остальных жителей местных за неповиновение. А второй момент – это для того, чтобы таких людей становилось все меньше и меньше, чтобы они свои идеи, свое видение, свой взгляд не могли свободно доносить. Это вот такая форма борьбы с знакомыслием, потому что Кремль больше всего боится правды. Он боится, что эту правду будут доносить и, как говорится, бороться будет сложнее и сложнее будет держать этот режим на оккупированных территориях. Поэтому, к сожалению, эти репрессии – это такой стандартный подход в работе по контролю над соблюдением режима вот этого диктаторского оккупационного. Это процветает, и, к сожалению, известны случаи действительно еще большей жестокости, и не все выходят живыми, пропадают якобы подвалы, и оттуда не появляются вообще. То есть связь исчезает и с родными, и с близкими. Такие случаи тоже есть. И, к сожалению, вот эти методы, да, в 21 веке, которые Российская Федерация демонстрирует, они существуют здесь и сейчас, и на наших оккупированных территориях они тоже есть. Поэтому каждый день оккупации для людей – это огромный вызов и риск. Риск не выйти из этих баспенков, лишиться здоровья, как морального, так и психического. Поэтому очень важно, что есть свидетельства непосредственно тех, кто пребывал в этом плену. И важно, чтобы наши партнеры и журналисты не только из Украины, но говорили об этом, писали об этом, доносили правду, что невозможно с Российской Федерацией договариваться, пока она, наши интеллектуальные элиты и обычных простых местных, современных жителей за то, что они любят Украину, держат в тюрьмах и еще при этом пытают, уничтожая вот этот украинский дух, так скажем. А на место этих людей, которых бросают в тюрьму, она привозит лояльное российское население. Тем самым пытаясь вообще изменить наш код, генокод, так называемый. Поэтому эти бесчинства Российской Федерации, это еще один из видов преступления, которых должны знать. И, к сожалению, методы не меняются и только полная деоккупация приведет к тому, что все наши узеньки, которые сидят за Украину, получат свободу. Вера, если говорить непосредственно о сегодняшних данных, что известно на сегодняшний день, сколько находится человек, пойменно, если существуют такие списки, сколько человек украинцев находится сейчас на временно оккупированной территории, Донецкой в целом области, в колониях, в плену, я не знаю, как юридически правильно это объяснить. Какой информацией владеете вы? Я могу сказать, что у нас есть информация только по тем случаям, к которым обращались к нам родственники, то это те, которые уже на момент полномасштабной военной агрессии не проживали на территориях оккупированных. Очень сложная ситуация на вновь оккупированных территориях, ведь люди не имеют еще навыка, навыка такой тыловой борьбы с оккупацией для того, чтобы передавать данные. Я уверена, что в структуре наших правоохранительных органов, в структуре будет смена, возможно, есть какие-то более полные данные, возможно, точно есть. Я уверена, что по свидетельствам очевидцев, по заявлению, то есть такой вот список, то кого надо первым искать и идентифицировать в оккупации. Но заявить вам какую-то конкретную цифру на сегодняшний день, к сожалению, это невозможно, потому что при подготовке к псевдовыборам мы заметили еще одну волну такого репрессивного террора, где десятками людей задерживали за то, что они отказывались принимать участие в выборах во время вот этого ноу-хау предварительного голосования, которое Российская Федерация запустила с 30 августа этого года. До 8 числа вот они как раз людей якобы под предварительное голосование останавливали, задавали вопрос, давайте голосуйте, вот мобильный участок, а почему вы отказываетесь, а почему вы еще не поменяли паспорт? Они говорят, что мы не хотим менять паспорт, это наш паспорт. После чего людям говорят, пройдемте, напишите объяснительные. И я вам хочу сказать, что это все делалось так демонстративно и публично, судя по тем свидетельствам, которые нам стали известны. То есть это имело действительно демонстративный характер, такого, знаете, запугивания для местных. Вот есть оккупационная власть, любое отличное мнение от оккупационной власти и проявления даже своей позиции. То есть древний боится людей, которые готовы донести свою мысль, выразить свою позицию от личных людей. Это насколько они чувствуют себя внутри слабыми, если они противодействуют обычным мирным людям, которые способны, да, способны объяснить, почему это оккупации, почему это не выборы, а такой электоральный факт, можно это так назвать. И вот в случае этих задержаний тоже достаточно участили. Известно, там, более 35 первые два дня вот этих предварительного голосования. Также людей опрашивают, задерживают и по другим формальным поводам, например, таким, как нарушение кандидатского часа и так далее. Поэтому машина репрессивная, кремлевская, работает каждый день. И количество жертв увеличивается каждый день. Мы видим статистику судово-оккупационных администраций, и мы видим, как они штампуют решения против граждан Украины. Мы видим полное нивелирование норм международного права, осуждения, да, людей причастных к вооруженным силам Украины, бойцов, выслуживания, все мы это не просто наблюдаем, да, фиксируем все эти нарушения. Но, к сожалению, пока оккупационный режим там существует, жертв становится его все больше и больше. На сегодняшний день они едут, конечно, да. Ну вот в дополнение к теме насильственной паспортизации и связи, этой прямой связи с мобилизацией, вот такая информация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наращивает темпы раздачи паспортов в рамках подготовки к мобилизации. По данным Центра национального сопротивления, российские оккупанты поставили работникам бюджетных предприятий условия получить паспорт России до 1 октября. В противном случае им угрожают уволить и завести работников из России. Такая спешка объясняется планами Российской Федерации начать новую волну массовой мобилизации в регионе. Я отмечу, что россияне не только вербуют украинцев, но и используют их в первых рядах на войне, ведь Кремлю выгодна смерть граждан Украины, независимо от стороны, за которую они воюют. Иными словами, это отношение не только к проукраинским гражданам Донбасса, но и в целом ко всем. То есть мы неоднократно слышали истории от пленных противника, что они рассказывают о таком отношении российских солдат к так называемым ополченцам, как к недорусским. А я, когда был на фронте, ребята наши говорили, что их еще называют одноразовыми. То есть их бросают вперед на местные штурмы, уже потом идут российские войска. Согласитесь, что несмотря на все эти громкие заявления российских властей о защите русскоязычного населения Донбасса, такое отношение к жителям Донбасса не с начала полномасштабного вторжения, но уже 9 лет, а то и больше еще, начиная с 2014 года. Конечно, вы знаете, это тот случай, когда вот эти иллюзии пропаганды приходят к тому, чтобы столкнуться с реальным отношением к украинцам, в том числе и к русскоязычным на Донбассе. Действительно, мы знаем отношение Российской Федерации истинное к людям в Украине, в частности, к мужчинам на Донбассе. Дело в том, что Российская Федерация столкнулась с трудностями по паспортизации. Для того, чтобы сейчас тянуть как можно больше количество украинцев на оккупированных территориях и заставить их принять участие в этих так называемых выборах, им разрешили даже голосовать по паспорту Украины и по водительским правам украинского образца. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эта бюрократическая машина не успевает выполнить эти планы с одной стороны, а с другой стороны она их не успевает, потому что люди неохотно идут на то, чтобы получать этот паспорт. Действительно, причин этому несколько, и поэтому Российская Федерация вводит такие меры ужасные, не давая возможности получать лечение, банковские услуги и такие элементарные вещи, о которых мы даже не задумываемся, что это можно запретить, отнять или дозировать. Какую-то услугу на оккупированных территориях Российской Федерации продолжает это делать. И вы знаете, они уже столько уничтожили мужчин в оккупированных областей, из оккупированных областей Луганской и Донецкой области. Они уже туда завезли своих новых, которые не помнят, что такое жизнь про Украину, что такое мирный Донбасс, и просто продолжают издеваться над тем населением, которое на сегодняшний день еще каким-то образом там существует и выживает. И действительно, им нужно раздать паспорта по нескольким причинам. Это, конечно же, и дальнейшая манипуляция с этими фактами, то есть такие дипломаты, как всем нам известно, будут выходить и рассказывать со стороны Российской Федерации, что они выдали мое количество паспортов, и что люди якобы там все поддерживают, все происходящее. Мы это уже слышали неоднократно. В том числе и для этого, кроме того, в их планах, которым, я уверена, не суждено сбыться усилиями ЗСУ и наших международных партнеров, я думаю, мы их не взгоним за того, как они соберутся там проводить выборы уже своего мордора Путина. Поэтому для них паспортизация важна с нескольких точек зрения. А давайте вспомним, как они еще в январе и феврале от принудительной мобилизации толкали на передовую первыми мужчин с оккупированных территорий Донбасса. И тогда они, вы знаете, насчет паспорта слишком не волновались. Вот на сегодняшний день для них русский паспорт – это, так скажем, задача выполнить чиновникам на местах, выполнить план теремля. Они, по-моему, не будут задумываться, для чего. И просто важно продемонстрировать свою лояльность к оккупационной власти. Второй момент – это, конечно, создать какой-то факт для манипуляции в международном сообществе. И Россия, все-таки, пытается обмануть весь цивилизованный мир, потому что они правы, их там ждали. И якобы им там симпатизируют. Поэтому и вот этот процесс с этими квази-выборами, который запущен, не зря так масштабно, не зря они увеличили количество дней голосования, потому что, по сути, первую неделю они гоняли, искали места массового скопления людей для того, чтобы продемонстрировать, создать какую-то картинку. Вот они этим продолжают, к сожалению, заниматься, обманывая и у себя, внутри России, россиян, то есть продолжая их зомбируя, что якобы оккупационная политика Путина приносит свои какие-то плоды, демонстрирует уважную картинку. И будут пытаться дальше обманывать международное сообщество с целью деморализировать вот это консолидированное сообщество, которое помогает сегодня Украине бороться за демократию, за свободу украинцев. Потому что, вы знаете, мы говорили о тех, кто в плену за стенках в СИЗО, но я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, все, которые находятся люди на неподконтрольной территории, они, по сути, находятся в заложниках. И ждем скорейшего освободения. Ну вот смотрите, идешь на выборы России, тревожный звоночек, получаешь паспорт Российской Федерации, тревожный звоночек. Это знак того, что в дальнейшем ты можешь оказаться в военкомате, ты можешь быть мобилизован, можешь оказаться в первых рядах армии оккупанта. Вот наверняка нас смотрят украинцы на оккупированных территориях. Вот вы, как правозащитник, что бы посоветовали людям, которые хотят этого избежать, которые не хотят получать российский паспорт? Дорогие жители неподконтрольных территорий, мы понимаем, что вы в заложниках, мы понимаем, что вы отрезаны от возможности получать элементарные сервисы, банковские, медицинские, обследования давят на вас, на ваших родственников, которые каким-то образом уже могли иметь на руках тот или иной документ. Но только физически, так скажем, исчезнуть для властей, это единственный способ, если вы можете себе это позволить, это единственный способ остаться непаспортизированным оккупантским фактором. Спасибо за участие в нашем эфире. Вера Ястребова, исполнительный директор Восточной правозащитной группы, адвокат, правозащитник была в эфире телеканала «Фридом». Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok